Поэтому, слава Богу за церковь, которая сегодня работает, сегодня продолжает служить, и не просто в церкви здесь, но задача церкви распространять принципы по всему миру, распространять ее везде, где мы можем, чтобы слово продолжало работать, и чтобы слово, оно достигало тех людей, которые еще, к сожалению, не знают Бога. Давайте помолимся, пусть Бог сегодня говорит нам, пусть Бог сегодня производит свою работу внутри нас, потому что Он для этого высвобождает свое слово. Дорогой Небесный Отец Божий, мы веряемся Тебе без остатка, потому что Ты наш Царь и Бог. Благослови, Боже, сегодняшнее слово. Мы молим Тебя, Господь Божий, чтобы наш разум, наш дух, наше сердце было открыто для принятия слова от Тебя. Я раб, ничего не значащий без Тебя, но Ты, Господь, желаешь сегодня высвободить это слово, и Ты, Господь, помажь, и Ты сегодня говори к народу Твоему. А я за все благодарю Тебя, славлю и превозношу. Аминь. Аминь. Ну что, дорогие, хочу сегодняшний день, сегодня 1 апреля, да, кто-то, я уже начинала с этого говорила, кто-то сегодня, знаете, в этот день, не знаю, кто как его отмечает, потому что раньше многие ездили в Одессу, вот, походить по улицам, и там различные представления, различные анекдоты и прочее. Ну, знаете, как, по-мирски это, знаете, порадоваться где-то, повеселиться, но мы народ Божий, и Бог нам открыл другое веселье и другую радость. И это веселье и радость – это наш Господь. И мы, апрель и май месяц, мы будем говорить о хвале. И я думаю, как ни хвала – это та возможность радоваться, правда? Когда мы славим нашего Господа, когда мы наполняемся этой, этой чистотой с неба, когда сердце ликует. Как, как не радоваться? Знаете, я начал вспоминать и читал какие-то высказывания, ну, вообще истории музыки, создания музыки. Как музыка вообще влияет на человека? Просто обычная музыка – это же колоссальный инструмент, который есть для того, чтобы влиять. Именно музыка. Ведь каждый из вас может поделиться тем, что когда вы слушаете одну музыку, потом другую, она на вас влияет. И влияние может быть разное. Может быть влияние, которое может нас, как человека, как личность уничтожать. Может угнетать. Может сокрушать. То есть производит свои действия в жизни человека именно музыка. Я помню, к нам приезжал пастырь один, и он проповедовал и рассказывал историю своей жизни. Он говорил о том, что в миру он очень любил такой тяжелый рок. Это настолько, ну, какая привязанность и любовь к нему была. И когда он уже пришел к Богу, через какое-то время, он опять почему-то вспомнил об этой музыке, которую он так любил. И начал допускать опять ее прослушивать. И вот это воспоминание той музыки, а знаете, музыка сразу воспоминание прошлой жизни, как ты тогда жил, что тогда было. Знаете, как музыка умеет возвращать нас. И он, говорит, я сам того не заметил, как начал опять допускать нечистоту в свою жизнь. Потому что именно под эту музыку мог себе позволить выпить пиво. Под эту музыку мог посетить какую-то компанию, где вместе могли повеселиться и не совсем пристойно участвовать в каких-то вещах. И эта музыка, она его возвратила в старое. То есть, смотрите, почему я привожу этот пример, что именно музыка имеет огромное влияние на человека. Сегодня каждый из нас, он пришел к Господу. И вообще, знаете, я когда говорю о музыке, Украина – это такие спевучий народ. Он настолько любит петь. Возьмите украинские мелодичные песни. Насколько они жизненные. Насколько они мелодично ложатся на наше сердце. И насколько нам хочется радоваться. Порой хочется плакать. По-разному. То есть, высвобождаются различные чувствования внутри нас. Но сегодня я хочу говорить о другой музыке. Та музыка, которая прославляет Творца. Мы пригласили Бога в свою жизнь. И так важно, чтобы Его музыка, музыка небес, она пребывала в нас. Чтобы она нас могла сокрушать. Чтобы она могла подымать нас. Чтобы она могла воинствовать через нас. Чтобы она могла достигать сердце Бога. Вот действие, которое Бог хочет сегодня высвобождать через этот инструмент. Знаете, на самом деле, музыка и хвала Богу – это оружие. Я хочу, чтобы мы сегодня немножко окунулись, исследовали это. И поговорили именно о хвале. Что такое хвала? И сегодняшнее слово я назвала «Лев из колена Иудина. Победа моя». Мы все, дорогие, сегодня жаждем победы. Мы сегодня все молимся каждый день. И мы говорим «Господь, ну когда же придет эта победа?» Как мы нуждаемся, чтобы матери прекратили плакать. Мы так жаждем, чтобы дети не уезжали, потому что бомбят. Мы так жаждем, чтобы враг был повержен. Потому что жить в такой обстановке очень тяжело. И душевно, и духовно, и физически. Мы все это претерпеваем. Бог нам сегодня дает этот инструмент. Это оружие, с которым мы, дорогие, сможем побеждать. С которым мы сможем не сповергать всякого врага. Когда мы сможем наступать на эту вражью силу. Когда мы можем торжествовать. И как важно, чтобы народ, Божий народ, Он использовал этот инструмент в своей жизни. Чтобы мы никогда не забывали это оружие, которое Бог нам дал для победы. Лев из колена Иудина. Победа моя. Итак, я хочу, чтобы мы с вами исследовали немножко, откуда вообще лев Иудина. Откуда это? Почему именно лев из колена Иудина? И прежде всего хочу вспомнить, пасторик как-то на одном из служений он сказал, что особенность израильского народа, что он не ждет, пока беда или обстоятельства придут в его жизнь. Но они сначала славят Бога, прославляют Его и не ожидают, когда придут проблемы и обстоятельства. То есть они прежде всего, они хвалят и превозносят Его. И Бог идет и побеждает. И даже когда приходят обстоятельства, они продолжают дальше славить, торжествовать. И израильский народ для нас пример сегодня. И если мы обратимся к Библии, к Слову Божьему, что, что, откуда, это Иуд, Иуд, откуда это, откуда это, где это написано, что это такое. Итак, мы обращаемся к Слову, это бытие, 29 глава, 35 стих. «И еще зачала и родила сына. И сказала, теперь-то я восхвалю Господа. Посему нарекла ему имя Иуда. И перестала рожать». Это история Иакова. Вы помните этот Иаков, который раньше он был лжецом, но потом Бог изменил его и сказал, ты будешь Израиль, да? И он со своей женой Лия, он родил, родил Иуду. В этой истории, когда мы читаем, там написано, что Лия была нелюбима. Он любил Рахиль, вторую жену свою. А Лия была нелюбима. И знаете, Бог, Он смиловился и говорит, я порадую тебя и дам сына. И она от того, что родился сын, она назвала его Иуда. И в переводе из древноеврейского это «хвала Богу». Хвала Богу. Она настолько возрадовалась. И знаете, мое понимание здесь, что когда плохо, тяжело, проблемы, обстоятельства, как важно родить Иуду, родить прорыв, родить эту хвалу внутри себя. То есть это рождение, оно приносит что-то особенное, приносит победу, приносит разрушение каких-то обстоятельств, каких-то стесненных условий, в которых находится. Она находилась в этом стесненном обстоятельстве. Ей было так тяжело. Знаете, когда ты понимаешь, ну, вот нелюбимая, вот как-то тяжело все. И Бог смиловился. Там перед этим еще стихи есть, написано, Бог смиловился над ней и даровал сына. И сын, сына имя Иуда. Хвала Богу. Нам важно просто понять, что хвала, она рожденная хвала, она рождает победу. Где мы еще читаем об Иуде? Давайте посмотрим еще Бытие, 49 глава, 8-10 стих. В Израиле также Отец, Он благословляет своих сыновей. Он высвобождает благословение. Он высвобождает Слово, которое в дальнейшем будет в жизни Его сыновей. И Он благословил одного из своих сыновей, а вы знаете, что Иаков, это 12 колен Израилева, и один из колен Иуда, вот это хвала Богу, он благословил его и сказал ему, высвободил это в его жизнь. Иуда, тебя восхвалят братья твои, рука твоя на хребте врагов твоих, поклонятся тебе сыны, сыны отца твоего. Молодой лев Иуда с добычи сын мой поднимется. Поклонился он, лег, как лев, и как львица, кто поднимет его. Вот пророчество, которое Отец высвободил. И для нас это, это понимание того, что, когда мы, мы принимаем это, когда мы принимаем, что хвала внутри нас, когда мне тяжело, что бы ни происходило со мной, для меня возможность прославлять Бога, возможность прорваться, возможность пустить Бога в свои жизни, чтобы Господь мешался и Господь сражался с нашим врагом. Аминь. Вы знаете, мне очень нравится эта история, как враг победил. И еще раз повторюсь о том, что Израиль, он знал это откровение и это, этот инструмент, который он даровал для победы. И это история, когда Иосифат, пришла война, и как сражаться? И мы читаем в этой истории о том, что они собираются и совещаются, что делать? И Бог дает понимание, что пустите левитов, пустите прославляющих впереди, и сам Бог будет сражаться с врагом. Сам Бог будет не сповергать это сборище вражеское. Сам Бог будет не излагать этого врага. То есть этот инструмент, который Бог даровал, чтобы не изложить всякого врага. Знаете, мы иногда смотрим на врага видимого. Ну вот сегодня в нашей стране враг, он пришел, он сегодня атакует, он сегодня убивает, насилует и так далее. Мы сегодня все в этой стадии в таком беспокойства, мы многие ощущаем это. Но, знаете, в жизни каждого человека есть враги, внутренние враги, которые также ему мешают, которые не дают ему прорваться, которые не дают ему побеждать какие-то обстоятельства, не дают ему пройти то или иной путь. и с этими врагами мы также сражаемся хвалой Господа. То есть нам помогает это оружие низложить врага в своей жизни. Это враг может быть, когда мы в страхе. Этот враг может быть какой-то обида, какая-то претензия. Это все враги, которые останавливают человека и не дают прорваться. Итак, я хочу, чтобы мы прочитали эту историю. Второй Паралипоминон, 20 глава, 21-22 стих. Откроем, да. И совещался он с народом и поставил певцов Господу, чтобы они в благолепии святыни, выступая впереди вооруженных, славословили и говорили «Славьте Господа, ибо вовек милость Его». И в то время, как они стали восклицать и славословить, Господь возбудил несогласие между амонитянами, маовитянами, а обитателями горы Сиира, пришедшими на Иудею. «И были они поражены». Вы представляете себе, как такое может быть? Ну, знаете, физически ты подумаешь, ну, как может певцы, которые попели, и враг сам по себе разругался и был поражен, но, оказывается, сила хвалы, она может совершить непостижимое и непонятное даже в нашем разуме, нашем сознании, нашем понимании. Как важно не уничижить в своей жизни хвалу Богу и силу Божью, что для Бога нет ничего невозможного, что Господь, Он может не изложить всякого врага. Мы каждый день молимся об этом, мы каждый день провозглашаем, и мы каждый день воздаем хвалу Богу, и мы потом с вами пройдем несколько пунктов, что именно высвобождает хвала. Ну, знаете, я вспоминаю в своей жизни уже 20 лет, которые я с Господом, в моей жизни были разные обстоятельства. Были моменты, когда тебе просто хотелось все бросить и уйти. И что мне помогало, вот что мне лично помогало, я просто включала прославление и со слезами на глазах, потому что, знаете, внутри больно. И ты не знаешь, что делать, но ты включаешь хвалу, и ты начинаешь петь и славить его. и ты настолько вверяешься в руки Бога, ты настолько позволяешь Богу Духом прикасаться, к Нему соединяться, и в этот момент, когда ты это делаешь, ты позволяешь Богу идти впереди и не излагать всякого врага, не излагать всякое обстоятельство, которое тебя, может быть, хотело увести, или всякий вызов, который приходит в твою жизнь, или соблазн, или какие-то препоны, они будут всю нашу сознательную жизнь. Сколько мы будем жить? Всегда будет тот, который захочет нас отодвинуть, оттолкнуть, захочет остановить нас, чтобы только мы не дошли. Но так важно всегда помнить, есть это прекрасное, прекрасный инструмент, для того, чтобы побеждать. И знаете, в эти моменты, когда ты начинаешь хвалить просто, вот закрываешь глаза и начинаешь прославлять Бога, даже некоторые слова ты не помнишь, но какую-то часть, ты начинаешь просто петь, как ты можешь, пусть несложно, ну там, неслаженно, пусть неправильные слова, одно слово помнишь, другое не помнишь, настолько от души и настолько ты позволяешь Богу вмешиваться в эту ситуацию. И через какое-то время ты ощущаешь, приходит мир и покой в сердце. Мир и покой в сердце. Поэтому этот инструмент, он не зложит всякого врага в нашей жизни. так важно просыпаясь утром славить его. Я не знаю, я не знаю, как у вас проходит день, я не знаю, как вы просыпаетесь утром. Конечно, по-разному бывает, не всегда на устах хвала, но в большинстве почему-то хочется петь, почему-то хочется хвалить его и воздавать ему хвалу. И через какое-то время ты понимаешь, обстановка поменялась, ты понимаешь, что-то произошло в духовном мире. А произошло, что Господь, Он поменял обстановку в духовном мире, потому что это оружие Господа, который нам дает, чтобы не изложить всякого врага. И израильский народ, он имел это откровение, и они перед вооружением, представляете, перед войском, они посылают певцов, которые идут и прославляют Бога, которые воздают ему хвалу. И в этот момент Господь совершает в стане врага несогласия. И когда они приходят, они смотрят, не могут понять. Враг повержен, все тебе открыто, они забрали добычу и ушли. Ну, как такое может быть? А для Бога ничего нет невозможного. Поэтому важно нам использовать это оружие для нас. Итак, я записала несколько таких вещей, которые как что происходит, когда мы хвалим нашего Господа, когда мы находим возможность прославить Его. Итак, первое это исцеление от наших немощей и болезней. я читал одну историю одной женщины, которой поставили диагноз рак. И знаете, можно было бы сказать, ну, что я, что я сделал? Ну, рак, знаете, неизлечимая болезнь. Согласилась, ну, и как бы жила, да и жила. Но она была служитель. И ее служение было, она музыкант сама, прославляла Бога, и она ездила по разным городам и прославляла Бога. И когда ей поставили этот диагноз, а у нее уже была четвертая стадия, она приняла для себя решение, я не остановлюсь. Я буду продолжать то, для чего Бог меня спас. И она продолжала ездить по городам, как бы ей тяжело не было. И знаете, через какое-то время Бог явил свое чудо. Бог исцелил ее. Представляете, она приходит и врачи говорят, мы не можем понять, что произошло. Но вы полностью исцелены. Как такое может быть? И она настолько сокрушилась, она настолько хвалила и говорит, Бог, как это вообще могло быть? Как ты мог меня с четвертой стадией? Но для Бога, дорогие, ничего нет невозможного. Знаете, в самых сложных моментах, когда вы на Одре, когда вам поставили диагноз, и все врачи сказали, вам осталось жить два-три месяца, послушайте, у нас есть Господь. найдите возможность славить и превозносить его. И Бог, Он может не сложить всякую болезнь, всякое обстоятельство. Это касается любой болезни, также внутренней болезни. Знаете, сейчас, ну, почему-то, не знаю, сталкиваешься с некоторыми христианами, не скажу, со многими, с некоторыми, которые в депрессии сидят, которые пьют эти антидепрессанты, настолько на них повлияла эта война, все, что происходит, просто, они не могут выйти с этого состояния. Они идут к психотерапевтам, они ищут любую возможность, чтобы освободиться вот от этого тяготы, этой депрессии, панической атаки, в которой они живут. Но я знаю, что мой Спаситель жив, дорогие. Я знаю, что Господь, который живет в нас, Он даст силы победить любую депрессию, любое обстоятельство, любой внутренний дискомфорт. Славьте Господа, ибо Он благ, ибо вовек милость Его, дорогие. Слушайте, нельзя сдаваться. Бог дал нам это оружие хвалы для того, чтобы побеждать всякое обстоятельство, всякую болезнь, всякую депрессию, всякое внутреннее несогласие. Бог дал это оружие. Не помните слова песни? Включайте прославление и славьте Его. Просто искачите, я не знаю, делайте все, что угодно, хвалите Его. И Бог, Он явит свое чудо. Вы обернетесь над нас, какая депрессия. Вот нечестно, мне столько сейчас ответственности, столько всего в жизни, некогда обернуться, потому что тебе надо все успеть сделать. Знаете, такой темп сейчас, темп сейчас, тебе некогда сетого, тебе некогда печалиться, потому что сейчас, наоборот, время, сжатвы, когда надо сегодня делать все, чтобы спасти людей. Кто, как не мы, дорогие, кто, как не мы, которые уверовали в Господа, сегодня должны повлиять, чтобы спаслись люди нашей страны. Горие всегда приводит человека к Господу, и нам нужно потрудиться, поэтому нет места депрессии. Это знаете, депрессия, что такое депрессия? Это человек сфокусирован на себе. Я, Мне, Мое, Мои проблемы. Послушайте, нам нету вообще места смотреть на себя и фокусироваться на себе, на Господа, хвала Ему, и смотрим, где мы можем сегодня повлиять, где мы сегодня можем принести Христа. и пусть прославится Господь через это. Ну, правда же, как мы радуемся, когда мы видим спасенные жизни. Сегодня меня очень радует, когда мне звонят те, которых я смогла прикоснуться и помочь, и сегодня их жизнь другая. Они звонят, ой, Светлана Васильевна, как там, как ваши дела? Вот у меня то-то-то рассказывает. И ты радуешься, славишь Бога, что ты мог повлиять и кому-то посеять что-то, протянуть руку помощи. И как ты будешь от этого не радоваться? Твое сердце наполняется радостью. Аминь. Следующее. Во время бедствий и обстоятельств хвали Господа. Бог открывает двери. И здесь хочу привести пример. Это пример Павла и Силы. Когда они оказались в тюрьме. Вы помните? Что они делали? Ну послушайте. Их в тюрьму закрыли. Они в тюрьме сидят. Что они делали? Они начали хвалить Бога. Павел и Сила. Они хвалили. Вот давайте прочитаем это. Деяние 16 глава 25 и 26 стих. Откройте пожалуйста. Около полуночи Павел и Сила молясь воспевали Бога. Узники же слушали их. Вдруг сделалось великое землетрясение. Так что поколебалось основание темницы. Тот час отворились все двери и у всех узы ослабли. Послушайте как чуден Господь. Но это произошло когда они не сдались там в тюрьме и сказали Боже как же нас закрыли мы же благую весть несли мы служили помогали а нас тюрьму закрыли. Но их реакция слава Господу давай будем славе Господа представляю себе знаете и начинают хвалить Бога. И тут происходит землетрясение когда колебается всякое основание и мы молимся по этому месту из Писания что колебается основание всяких устоев и здесь мы видим что отворились двери их просто вообще выпустили. Сколько я знаю таких случаев когда ну у нас был случай постревания кто-то кто-то у нас на репцентре пришел к Богу знаете и там ну не знаю что-то там несколько месяцев побыл а всплыло старое дело ну и если он признается ну закроет сто процентов дадут срок вот и тут ему говорят так ты должен на суде сказать правду вот ну как же скажу правду закроет ты должен сказать правду тогда Бог будет на твоей стороне признаться послушайте мы всем репцентром молились стояли проломе Бог расположи славили хвалили там все все что можно было сделать с нашей стороны слушайте идет на суд и говорят все свободен что-то там ему условно что-то дали слушайте слава Богу и таких свидетельств очень много когда когда мы не смотрим на обстоятельства с человеческой точки зрения но мы смотрим как Бог на это смотрит разве есть для Бога что-то невозможное поэтому любые обстоятельства стесненные какие-то ну вы оказались слушайте ищите любую возможность славить и хвалить его и Бог он все основания все оковы они рухнут также есть много свидетельств того что знаете проблема обстоятельства у человека и нам звонят говорит так надо молиться давайте ну репцентр это же всегда бойцы и мы начинаем за руки начинаем хвалу танцевать плясать и хвалить Бога и через какое-то время звонят говорят слушайте проблема решилась и вот когда боролись с трамодольной революцией там такие войны были слушайте но мы понимаем что вот хвала прежде всего была у нас репцентре хвала и потом действует ты смотришь Бог просто разрешает и Бог рушит все всякие оковы которые есть поэтому еще раз повторюсь хвала это огромное оружие для нас чтобы сразить всякого врага который будет к сожалению он будет на нашем пути и будет нашей жизни следующее освобождение от нечистых духов смотрите пример этот пример Саула когда Давид играл злой дух отступал помним да что делает хвала она позволяет очищать освобождать от всякой нечистоты почему служение начинается с хвалы чтобы Господь пошел впереди чтобы Господь произвел свою работу чтобы Бог воссел на пьедестале Бог он он производит свою работу возьмите любые евангелизации да на улицах хвала прежде всего потому что люди они могут быть одержимы каким-то духом люди могут быть наполнены нечистотой но как раз хвала она освобождает мы раньше проводили служение освобождения когда приходили зависимые люди наркоманы алкоголики игроманы и прежде всего хвала знаете хвалили прославляли и прямо в зале знаете люди падали сокрушались и освобождались просто Бог сверхъестественно являл то есть хвала она дает свободу от всякой нечистоты свободы и бывают такие случаи что просто человек подходит и говорит слушайте ну вот я начал славить прославлять и я просто даже физически почувствовал что я свободен там от какой-то проблемы от какой-то запинающейся греха который там годами например был он не мог освободиться но сила прославления оно дарует вот такой прорыв и свободу освобождение следующее сокрушается и изменяется сердце лукаво сердце и крайне испорчено и мы знаем что в Матфея написано что из сердца исходит злые помыслы нечистота все из сердца и когда хвала она что-то производит она способна проникнуть вглубь сокрушить нас иногда так так ты ну это слово этой хвалы тебя обличает что ты просто в эти моменты каешься сокрушаешься и просишь у Бога прощения прости Господи я же сижу я уже 10 лет в обиде там на какую-то тетушку я там то знаете вот хвала она она способна сокрушить и изменить наши сердца а кто как не наше сердце должно очищаться сердце чистое сотвори во мне и дух правый дух правый обнови внутри меня правда как важно нам позволить Богу очищать нас очищать наше сердце потому что сердце способно меняться иногда и не очень хорошую сторону но нам важно его постоянно очищать знаете чистить чистить от всякой нечистоты чтобы мы дорогие дошли с вами до конца следующее высвобождается помазание Духа Святого и в принципе я уже говорил в начале любого служения звучит хвала то есть помазание сила да когда оно прикасается оно производит свою работу оно если нужно сокрушает если нужно врачует окутывает нас и конечно же следующее созидается и высвобождается в вера Римляна 4.20 написано не поколебался в обетовании Божьем неверием но пребывал тверд в вере воздав славу Богу вы понимаете как нам важно укреплять свою веру и через хвалу мы укрепляем свою веру приходит понимание что Бог с нами что Бог за нас и Бог дает силы выстоять нам и все пройти поэтому этот инструмент используйте в своей жизни и просыпаясь утром хвалите его куда-то вы идете прославляйте его пусть в ваших устах и в вашем сердце звучит хвала это благостно Богу лев из колена Иудина победа моя почему лев лев это царь зверей да и даже на эмблеме Израиля лев который побеждает и мы побеждаем через хвалу когда мы хвалим Господа лев из колена Иудина победа моя желаю чтобы мы использовали этот инструмент и побеждали всякие обстоятельства в нашей жизни и я хочу чтобы мы сейчас поднялись и прославили нашего Господа и спели потрясающую песню прославления лев из колена Иудина победа моя и будут слова я сейчас быстро скажу духом своих уст поражаешь врага своих уст наполняешь меня Господь живой Иисус живой сейчас мы будем петь побеждать всякие обстоятельства будем провозглашать свободу будем провозглашать победу во всех сферах и в нашей жизни и в нашей стране сферах поднимемся и будем славить Бога победа Господа и в нашей силу и власть меня ты вложил и своим дыханьем меня оживил Господь живой Иисус живой Духом своих уст, поражаешь врага, Духом своих уст наполняешь меня, Господь живой, Иисус живой. Силу и власть, силу и власть в меня ты вложил, И своим векам я меня оживил, Господь живой, Иисус живой. Все мы празднуем, все мы празднуем Победу царя, Сила и власть твоя велика, Левый с коленой Утина, Победа моя. Духом своих уст, поражаешь врага, Левый с коленой Утина, Победа моя. Господь живой, Иисус живой, Силу и власть, силу и власть в меня ты вложил, И своим векам я меня оживил, Господь живой, Иисус живой. Духом своих уст, поражаешь врага, Духом своих уст наполняешь меня, Господь живой, Иисус живой. Силу и власть, силу и власть в меня ты вложил, И своим векам я меня оживил, Господь живой, Иисус живой. Все мы празднуем, все вместе, все мы празднуем Победу царя, Сила и власть твоя велика, Левый с коленой Утина, Победа моя. Мы празднуем Победу царя, Сила и власть твоя велика, Левый с коленой Утина, Победа моя. Победа моя. Аллилуйя! Аллилуйя! Наша победа от Господа, Левый с коленой Утина, Победа моя. Поэтому, слава Господу, что у нас есть это прекрасное оружие, которое Бог нам даровал. Побеждать всякое обстоятельство, побеждать всякую болезнь, побеждать врага, который сегодня пришел на наши территории силой Господа. Когда мы прославляем Его, Бог идет впереди, и Бог, как родоборец, не сповергает всякого врага. Аминь! Давайте помолимся и поблагодарим Бога, что Он нам напоминает это. Дорогой Небесный Отец, благодарим Тебя, что Ты нам сегодня напоминаешь об этом оружии, которое Ты нам даровал для блага. И дай нам, Господи, не забыть, дай нам, Господь, это оружие применять в своей жизни. Не сповергать всякого врага через хвалу, не сповергать всякое обстоятельство через хвалу. Побеждать всякую болезнь, все, что сегодня беспокоит нас силой, силой хвалы. Благодарим Тебя, Боже, все уверяем в Твои руки, Боже, и да прославится Твое Святое Имя в нашей жизни. И весь Божий народ сказал, Аминь! Аминь! Аллилуйя! Давайте воздадим славу Богу! Раздавайте им!